Способы совершенствования правил землепользования и застройки в Белгороде обсуждали сегодня на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по градостроительству и развитию городского хозяйства. Первоначально правила, определяющие правовой режим использования территории Белгорода, были приняты еще 10 лет назад. На сегодняшний день они морально устарели. Все внесенные изменения обусловлены введением единого федерального стандарта, предполагающего общую для всех регионов систему начисления налогов на земельные участки. Согласно обновленному документу, в Белгороде остается 4 зоны, где разрешено использование земельных участков под жилую застройку. Одной из них является территория, прилегающая к Центральному парку. Тот жилой комплекс, который строится по улице Попова, он не на один метр не входит в границу парка Центральный. Еще раз напонимаю, вся территория замежевана, есть четко зафиксированная ее площадь и этот земельный участок стоит на кадастре. В этом же районе предусмотрено строительство экспериментального дома для людей, попадающих под федеральную программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Также депутаты выслушали отчет заместителя главы администрации города по внутренней кадровой политике Игоря Лазарева о ходе выполнения наказов избирателей. Наиболее актуальные задачи на нынешний год – это завершение реконструкции городского дворца культуры, 24-й и 39-й средних школ и благоустройства архиерейской рощи.